Друзья, всех приветствую! Итак, у нас очередной бюджетный санузел. И вначале мы установим трап, затем делаем разметку душевой кабинки. Все стороны равны, а угол должен соответствовать 90 градусов. Далее мы грунтуем и наносим гидроизоляцию. А пока гидроизоляция сохнет, соберем душевую кабинку. Изначально в процессе душевой поддон должен быть с бортиком, но в последующем кое-что изменят. А пока залили бортик и нанесли гидроизоляцию. После того, как бортик высох, мы заливаем поддон. Миксер у нас древний, брал у ДЛТ, но работает как новый. Пока раствор не застыл, выставляем трап. Далее льем остальное. После того, как все высохнет, мы устанавливаем маяки для хорошего слива. В моем случае это 10 миллиметров. Ну а конверт мы уже заливаем плиточным клеем. Ну и как ранее я говорил, с поддоном чуть-чуть переиграли и решили делать без бортиков. И зачем я только старался? Если бы проект утвердили сразу, то было бы все проще и быстрее. Но ничего, все бывает. Итак, закончили поддоном. И пока он будет сохнуть, займемся разметкой стен. А для этого мы берем верхний уровень пола. И визуально кладем плитку с расчетом на слой. После чего прикладываем плиточку к стене и чертим линию. Это будет наша метка для начала укладки второго ряда. Первого ряда не могу, так как еще не поклал полы. Теклась полы, а потом стены. То есть вероятность, то что полы поцарапаются. И даже если мы их застелим, то в процессе может попасть пыль или упасть что-нибудь на плитку. И поэтому мы не стали рисковать. И начали со второго ряда. Что очень целеобразно. Ну и тут для наглядности, немного покажу качество этой плитки. Ну и как вы видите, по краям у меня образовался зазор, а посередине все плотно. Друзья, обратите внимание, какая же эта плитка кривая. Ну и чтобы улучшить качество, нам надо одинаково нанести клей. И в этом нам поможет супер гребенка. А сейчас покажу с другой стороны, какая она горбатая. Ну что ж, как только мы все подготовили и обсудили с заказчиком, приступаем к работе. И как всегда, начинаем укладку с середины стенки. Чтобы более-менее выровнять плитку, применили виброприсоску. А иначе никак. Ну что ж, процесс начался. Как говорится, начало есть. Ну а весь процесс облицовки душевой, вы увидите в следующей второй части. А у меня на сегодня все. Всем пока. Спасибо за внимание. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok